МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С романтического рандеву мужчина отнял у девушки золотую цепочку и проглотил, чтобы спрятать улику. Ралли по гаражному кооперативу. Экипаж ДПС и сотрудники ОМОНа преследовали водителя, который был под кайфом. Пожилые люди в опасности. В Ветковском районе раскрыт грабеж и разбойное нападение на пожилую женщину. Специальный репортаж Алексея Немкевича. А также кто в ответе за безопасность пенсионеров и почему они часто становятся жертвами мошенников, в комментарии эксперта. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. Случилось немалое количество чрезвычайных ситуаций, оказавшихся в центре внимания наших корреспондентов. До 15 лет тюрьмы грозит гомельчанину, который в июне прошлого года на улице Ефремова отнял сумку у девушки и пытался потерпевшую изнасиловать. В суд передано уголовное дело, которое состоит из нескольких эпизодов. Второй произошел в сентябре. Все тот же обвиняемый, по версии следствия, в районе улиц Чапаева и Фадеева изнасиловал новую жертву. Примечательно, что совершать нападение на женщин мужчина начал уже через несколько недель после освобождения из тюрьмы. Гомельским городским отделом Следственного комитета окончено предварительное расследование в отношении жителя города Гомеля, ранее неоднократно судимого, в том числе за изнасилование, который в мае месяце 2017 года освободился из мест лишения свободы и продолжил заниматься преступной деятельностью. Так он совершил ряд преступлений, предусмотренных частями вторыми, статьей 205, 206, а также статьей 207. Также он совершил преступление, предусмотренное статьей 166, то есть изнасилование. В настоящее время дело передано прокурору для направления в суд. По-настоящему горячими выдались эти выходные в регионе. Дело не в температуре, но как раз таки падало, а в пожарах, которые вспыхивали один за другим. Так в центре Гомеля горела однокомнатная квартира в четырехэтажном доме по улице Рогачевской. Прибывшим спасателям пришлось эвакуировать пять человек. Среди которых один ребенок. Некоторым понадобилась госпитализация. Еще до прибытия подразделения МЧС из горящей квартиры соседом был спасен хозяин квартиры. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. По этой же причине могла загореться еще одна квартира. На этот раз в Мозере на улице Нефтестроители. К моменту приезда спасателей из окон квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажки, шел густой черный дым. Сестра хозяина и ее дочь покинули квартиру самостоятельно. Тело же самого хозяина обнаружили спасатели при тушении пожара. Трагедией закончился пожар и в частном доме в деревне Дубовый Лок Добрышского района. В огне погибла пенсионерка. По одной из версий, причиной могло стать нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В Речице за ночь произошло несколько поджогов. Сперва вспыхнули один за другим с разницей в пять минут автомобилей на улицах Гастелло и Урицкого. Чуть позже возгорание нежилого дома произошло на улице Заслонова. В результате один автомобиль выгорел полностью, у второго поверден моторный отсек и часть салона. Все поджоги были совершены на близлежащих улицах. Следователи совместно с экспертами и пожаротехниками провели тщательный осмотр мест происшествий. Был изъят ряд предметов, по которым будут проведены соответствующие экспертизы. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Следствие ищет всех, располагающих хоть какой-то информации. Забрал у девушки золотую цепочку и проглотил, чтобы избавиться от улики. Таков итог романтического свидания в Гомеле. Молодой человек оригинальным способом решил поправить свое материальное положение. Пригласив к себе домой девушку, он сначала щедро угостил ее спиртным, а затем отобрал золотую цепочку и крестик. Гостя отдала хозяину украшение под угрозой ножа. Выбежав из квартиры, потерпевшая вызвала милицию. Крестик правоохранители нашли, а вот чтобы обнаружить цепочку, подозреваемого пришлось отправить на рентген. В последующем, при помощи бизнесных работников, эта цепочка с крестиком была изъята без хирургического вмешательства. Санкция по статье 2762 предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 15 лет. Погода за правое дело. Светлогорские милиционеры нашли преступников по следам на снегу. В городском поселке Паричи злоумышленники разбили окна семи автомобилей и украли все ценное имущество. Милиционеры шли по следам налетчиков 15 километров. Одного из подельников задержали в деревне Козловка, другого в Михайловке. Курение в постели до добра не доводит. В деревне Солоное Жлобинского района сотрудники МЧС в задымленном доме обнаружили погибшего мужчину. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу у окна был обнаружен хозяин домовладения 1969 года рождения. Мужчина был передан работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали его смерть. Причина пожара устанавливается одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа. К пяти районам Гомельской области, в которых наблюдались подтопления, добавился Мозорский. На прошлой неделе вода залила несколько подворьев. Кое-где она замерзла, обеспечив местным жителям прямо в огороде каток. Завершено расследование уголовного отдела о ДТП с гибелью пешехода в Гомеле на улице Советской. Напомним, 3 декабря около 4 часов утра водитель совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений 33-летний пешеход скончался. Водитель был трезв и не находился под воздействием наркотических веществ. Мужчина в СИЗО. Материалы по делу переданы в суд. В ходе предварительного расследования установлено, что водитель Лексуса двигался по улице Советской со значительным превышением скорости движения. Он управлял автомобилем без очков и в утомленном состоянии. Гомельские спасатели бьют тревогу. С понижением температуры резко увеличилось количество погибших на пожарах людей. Чрезвычайные ситуации произошли в Ветковском, Гомельском, Речицком и Житковичском районах области. Со вторника на среду этой недели произошло пять пожаров. В деревне Голыботское Гомельского района предположительно из-за проблем с электрооборудованием погибли сразу два человека. 60-летняя хозяйка дома и ее 73-летний сожитель. Похожая картина наблюдалась и в деревне Пересвятое Речицкого района. Предположительно из-за курения пожар произошел в жилом доме на улице Центральной. Спасли и от ледяной воды, и от горячей. В регионе экстренные службы поработали на славу. Накануне вечером в Речицкое подразделение МЧС поступило сообщение о задымлении и затоплении котельной в частом доме. Звонил ребенок. Здравствуйте. У нас там дома котельная. Там вода уже течет. По прибытии на место работники МЧС выяснили, что в помещении котельной произошел порыв трубы. Горячая вода хлынула из системы отопления. Дети, к счастью, не пострадали. Тонкий лед на Ипуте чуть не забрал жизнь молодого человека. Крики о помощи спасатель Добружской станции Освод услышал во время утреннего обхода. Найти пострадавшего помогла местная собака. Молодого человека быстро достали из полыньи и отнесли на спасательную станцию. Откуда его забрали медики. Ути от преследования не удалось. Госавтоинспекция Гомельской области опубликовала видео погони, которую запечатлел регистратор служебной машины. Инцидент произошел в Гомеле на прошлой неделе. Экипаж госавтоинспекции увеличил скорость и попытался скрыться на территории гаражного кооператива. На требования об остановке, а также на звуковую и световую сигнализацию водитель не реагировал, постоянно совершая резкие повороты и набор скорости. Между рядами гаражей преследуемый намотал несколько кругов, но все же был задержан сотрудниками госавтоинспекции и ОМОНа. По счастливой случайности ГСК на тот момент был практически пуст, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. В отношении 31-летнего жителя Гомеля было составлено 6 административных протоколов, в том числе протокол за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. К слову, мужчина, 31-летний, за последние 5 лет 4 раза был задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Езда под кайфом была сопряжена и с другими нарушениями. Отсутствием у водителя прав, страховки и гостехосмотра транспортного средства. Из предъявленных ему обвинений задержанный не согласился только с тем, что проехал на запрещающий сигнал светофора. В управлении Следственного комитета по Гомельской области завершено расследование уголовного отдела о хищении железнодорожных рельсов, принадлежащих филиалу торфабрикетного завода «Хойникский» унитарного предприятия «Гомелюблгаз». Следствием установлено, что начальник цеха с двумя подчиненными сотрудниками совершали в течение месяца хищение рельс с территории завода «Хойникский». Похищенные рельсы они сдавали на «Хойникский» участок купе «Гомель» в Торчермет. Как показало расследование, одной из причин совершения преступления явилось отсутствие надлежащей организации сторожевой охраны и пропускного режима на торфабрикетном заводе. Начальник цеха неоднократно давал указания подчиненным сторожам обеспечивать в вечернее время беспрепятственный проезд на территорию завода автомобиля «Фиат Дуката», принадлежащего водителю-погрузчика. Обвиняемые при помощи газового оборудования разрезали рельсы на фрагменты, загружали их в микроавтобус и свободно вывозили за территорию предприятия. Работники в Торчермет оформляли прием металлолома якобы от иных лиц. Кроме того, установлен факт кражи рельсов железнодорожного участка, также принадлежащего торфабрикетному заводу. К хищению причастны водитель-погрузчика, сторож завода и автослесарь частной организации. «Было похищено более 41 тонны рельс, которые преступники распорядились по своему усмотрению, денежные средства пустили на свои личные нужды. По данному уголовного дела в настоящее время расследование закончено, передано на прокурор для дальнейшего направления по подсудности». Материальный ущерб, причиненный Гомель-Облгазу на общую сумму более 8,5 тысяч рублей, обвиняемые возместили в полном объеме. Наложен арест на имущество нарушителей на общую сумму около 50 тысяч рублей. Дело направлено в прокуратуру Гомельской области. Они подетально продумали план разбоя, но все же попались. Следователи задержали группу, которая избила и ограбила пожилую сельчанку. Женщине пришлось отдать все имеющиеся деньги, а преступники скрылись в России. Однако на свободе они гуляли недолго. О том, как правоохранители вышли на след грабителей, в репортаже Алексея Немкевича. К этому преступлению группа готовилась не один день. Было продумано все, чтобы не только добраться до наживы, но и без проблем уйти, не оставив следов. На дело они отправятся вот на этом автомобиле, который за день до этого был куплен. После машину просто бросят в лесу. Их жертвой стала пожилая женщина из деревни Светилович и Ветковского района. Пенсионерку избили и под угрозой дальнейшей расправы забрали деньги. Добыча оказалась небогатой, всего 500 рублей. После преступники связали женщину скотчем и попытались скрыться. Бросили в лесу автомобиль, на котором приезжали в населенный пункт, чтобы и по данному автомобилю не смогли выйти на их след. После чего на другой автомашине уехали сначала в город Гомель, а потом и за пределы республики Беларусь. В это время уже вовсю работали следователи и эксперты. Им было необходимо установить личности всех, причастных к данному преступлению. Картину происшествия восстанавливали буквально по крупицам. Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области было проведено свыше 10 экспертиз, в результате которых сотрудниками управления было установлено три лица, причастных к совершению данного преступления. Позже выяснилось, что преступная группа состояла из четырех человек. В нее вошел один белорус и трое граждан России. Оперативники взяли их уже на следующий день после того, как они снова приехали в нашу страну. Совместными силами была организована операция, в том числе и с привлечением ОМОН по задержанию всех фигурантов данного уголовного дела. То есть в один день одновременно мы задерживали всех этих людей, проводили соответствующие обыска. Вина задержанных, по словам правоохранителей, подкрепляется многочисленными доказательствами. Сейчас выясняется, были ли они причастны к другим похожим инцидентам не только на территории нашей страны, но и в России. Кстати, стоит отметить, что преступления, совершенные в отношении пожилых людей, не редкость, только за прошлый год в регионе таких 1347. Наибольшее количество из них – это кражи. 971 эпизод. Нередки случаи мошенничества. Таких 64. Алексей Немкевич, Сергей Лукашук. Специально для программы «Дефакто». Одинокие пенсионеры – излюбленная мишень для мошенников и грабителей. Ведь в силу возраста они практически беззащитны. Нравственный порог злоумышленников, которые совершают в отношении таких людей, преступления, как правило, самые низкие. О том, как обеспечить пожилым людям безопасность, о чем они сами должны помнить, когда впускают в дом вежливых незнакомцев, поговорим с заместителем начальника отдела управления охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел Гомельского облсполкома Андреем Бондаревым. Андрей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала разберемся, в чем заключается портрет нарушителя, который нечестным путем пытается завладеть деньгами пожилых людей. Как правило, это люди, которые аккуратно одеты, приятные внешности, и своим внешним видом располагают к себе изначально доверие. Кроме этого, эти люди могут разговаривать путем каких-то вопросов, ответов. Они вступают в доверие, выводят на разговор пожилых людей. То есть, в виду это человек, ничем не отличающийся внешне от других? Ничем не отличается. Абсолютно верно. Который даже может чем-то симпатичен, когда приходит к кому-то по какому-то вопросу. А какие образы на себя примеряют эти люди? Как правило, когда совершают преступление, они представляются работниками каких-нибудь социальных служб, говорят о том, что необходимо оказать помощь, либо наоборот о том, что нам мы сейчас оказываем помощь, и для этого необходимо заполнить какие-то документы. Либо предлагают оказание каких-либо услуг. Это всевозможные услуги, там, отпаковки дров, установки дверей, проверки артериального давления, посмотреть счетчики, свет, какие-то бытовые моменты и так далее. То есть, какой-то конкретики, то, на чем они более внимательны, или там чаще использовать нет. То есть, все зависит от ситуации, которая происходит на месте. То есть, и как правило, они очень хорошо ориентируются от того, что человеку нужно, и уже подстраиваются под этот момент. Это женщины, мужчины преимущественно. Вот все-таки кто занимается этим? Ну, преимущественно, конечно, это женщины в большинстве своем. Почему? Потому что они все-таки больше вызывают доверие. Нередки случаи, когда они берут с собой еще детей для того, чтобы вызвать какое-то большее доверие, либо жалость у пожилых людей. Потому что, как правило, пожилые люди всегда детей жалеют, считают, что хоть это и чужой ребенок, но вместе с тем это чей-то внук, чья-то внучка и так далее. Хорошо. Вот проблема, мне кажется, еще и в том, что люди в деревнях, в отдаленных населенных пунктах нашей Гомельской области очень доверчивы. Двери в дом держат открытыми, и этим и пользуются коварные незнакомцы. В чем заключаются основные уловки мошенников и грабителей? Действительно, в сельской местности большинство пожилых людей, когда занимается домашним хозяйством, где-то в огороде, в сарае, оставляют открытыми двери в дом. Считаю, что наличие калитки в дом уже является препятствием. При этом не обращают внимания на то, что и калитку они не закрывают, потому что надеются о том, что все, кто приходит, все стучат, все свои. Злоумышленники, видя, что кто-то находится в огороде, как правило, с улицы, заходят в дом, стучат также под какими-то предлогами, убеждаются в том, что хозяина нет в доме, и пока один смотрит, как правило, их несколько человек, второй заходит в дом и начинает уже по этому дому искать, где чем можно поживиться и совершить, естественно, какое-то преступление, злодеяние. То есть ловко в том, что они, как правило, работают группами, да? Да, да, как правило, группами, потому что есть такие факты, и они не исключение, когда один отвлекает, то есть выводит на какой-то доверительный разговор, что-то рассказывает, что-то спрашивает, просит там воды попить, чтобы отвлечь внимание, второй в это время проникает в дом, если это лето, он может и через открытое окно залезть, либо в то же время зайти через ту же самую дверь. И, как правило, хозяин узнает о том, что у него был еще один гость, уже только после ухода того гостя, с кем он общался. Я всегда удивлялся, откуда они знают, где искать? Ведь места, где можно спрятать деньги, множество. И находят же за минуту, за две, успевают? Находят. Ну, в первую очередь, у них уже, можно сказать так, профессиональный опыт в этом есть какой-то. Ну и плюс, самые основные места хранения денежных средств пожилые хранят под скатерками, под одеялами, под подушками, в вещах. При этом, зачастую случается так, что они сами выдают то место, где находятся деньги. Каким образом? Либо каким-то своим поведением, в момент общения, либо когда гость просит, предлагает какую-то незначительную вещь купить, обычную, там, сковородку, там, кастрюльку, либо какую-то другую бытовую технику, либо просит дать, там, небольшую сумму денежек, там, чтобы купить билет на дорогу домой. Естественно, человек идет туда, где у него находятся деньги. И, как правило, все деньги хранятся вместе. То есть, все сбережения, которые есть, они в одном месте, вместе с кошельком в том же самом пакете. Ну, а дальше уже дело техники, место известно. Остается только отвлечь внимание гражданина пожилого. И уже второй, как правило, совершает преступление. Тут на ум приходит выражение. Граждане, храните ваши деньги в сберегательной кассе. Но ведь многие пенсионеры получают пенсию, им приносят пенсию соцработники, правда, и не всегда они готовы ехать в банк, эти пожилые люди, чтобы эту пенсию положить на счет. Как быть пенсионером, чтобы все-таки сберечь свои средства и не стать жертвами мошенников? – Действительно, зачастую тяжело выехать пожилому гражданину ввиду своего преклонного возраста к ближайшему банку, чтобы вложить вклад. Поэтому хотелось бы обратить внимание, что не нужно хранить все сбережения вместе. То есть, есть какая-то часть денег, которую люди пользуются для повседневных покупок. Это хлеб, молоко, продукты питания. Часть денег они, естественно, отлаживают для каких-то нужд, на одежду детям, внукам, ну, какие-то другие нужды. То есть, надо их хранить вместе, чтобы не было видно о том, где кто берет эти денежные средства. Ну, и, естественно, не хранить на видных местах, потому что зачастую деньги хранятся, как я уже сказал, прямо на столе под обычной скатертью, либо под матрасом. Это самые элементарные вещи, где они хранятся. И просто необходимо положить такое место, где они не будут находиться и на виду, и в то же время они будут, люди пожилые будут знать, где они находятся. То есть, не сразу преступник сможет обнаружить это место. Ну, а по возможности, конечно, лучше эти деньги положить в банк, чтобы быть более уверенным в том, что они останутся в сохранности, денежные средства. Мне кажется, еще такой момент очень важный, когда такие вот визитеры, гости приходят в дом к пожилым людям, и вдруг после их визита хозяин или хозяйка обнаруживают, что пропали деньги, нужно, наверное, незамедлительно обратиться в милицию. И при этом, наверное, проверить после таких людей, опять же, сохранность этих средств. Конечно. Необходимо, если человек, который приходит в гости, то есть, ну, не в гости, скажем так, пришел, для каких-то целей что-то спросил, предложил, в первую очередь не нужно оставлять его без внимания, даже на какую-то минуту, нужно, чтобы он был в поле зрения. Если нужно что-то взять, какой-то документ отвлечь, нужно этого человека, в первую очередь, попросить покинуть жилище, чтобы в это время закрыть двери за ним, чтобы в это время можно было пойти спокойно, взять документы, какие-то книги и так далее, чтобы выйти и показать их. Ну, и когда приходит незнакомец в дом, необходимо в первую же очередь уточнить, кто он. Даже можно не открывая двери. То есть, это представитель какой службы, с какой целью. Если это представитель социальной службы, милиции, всегда можно позвонить в эту службу, уточнить, есть такой работник, нет такого работника, пошел он, не пошел. И если лицо, которое пришло, вызывает изначально подозрения, то есть, ну, никто-то не знал, не звал и так далее, можно всегда позвонить в милицию, сообщить о данном факте. Придут сотрудники милиции, проверят, если этот человек действительно пришел по какой-либо необходимости, нужде, и нет у него цели совершения преступления, его проверят и отпустят. Но его, в первую очередь, проверят по другим каким-либо преступлениям, схожей ситуации. То есть, вы, возможно, даже поможете ей раскрыть преступление. Ну, а если это мошенник, то и след его простынет. Да, если это мошенник, его след простынет. Ну, и хотелось бы сказать не только для пожилых граждан, а для их соседей, детей и односельчан. Если в населенном пункте появляется незнакомая машина, незнакомые люди, в обязательном порядке постарайтесь запомнить приметы, записать номера машины, цвет. Почему? Как правило, если случается преступление, пожилой человек не может определить ни марку машины, не описать приблизительно даже цвет. Потому что ввиду своего уже преклонного возраста, многие не могут запомнить и определить цвет машины. А с учетом того, что и на марок сейчас много, сказать, какая это машина, очень тяжело. У нас были примеры, когда соседи, видя незнакомые машины, ну, не было у человека под руками ручки. Он мелком записал номер машины на обычном столбе. И потом, через некоторое время, когда было совершено в этом населенном пункте преступление, он сказал, что да, действительно, я не мог запомнить, вот я записал, и по этому номеру машины было вычислено преступники. То есть есть и такие положительные примеры. Поэтому всегда обращайте, звоните, сообщайте о посторонних. Мы их проверим, и вам будет спокойней, и мы сможем обеспечить вашу безопасность. Андрей Валерьевич, я благодарю вас за важную информацию и дельные советы. Ну, а телезрителям напомню, на вопросы, касающиеся безопасности пенсионеров, в студии программы «Де-факто» отвечал заместитель начальника отдела управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облсполкома Андрей Бондарев. На территории Белоруссии и России ищут пропавшего подростка из Гомеля. Еще в июле 2017-го 16-летний Руслан Шутов ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Подростка ищут родители, милиция, близкие люди и друзья. Члены поисково-спасательного отряда «Симуран», которые также разыскивают парня, сообщают, что Руслан может находиться около православных и католических храмов на территории Белоруссии или России. Пропавший проживал на улице 50 лет Гомсельмаша в Гомеле. На вид ему 16 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения. На момент ухода из дома юноша был одет в черную майку с рисунком или серую рубашку, серые джинсы и кроссовки. На голове у подростка была кепка. Особые приметы. Левша, нет одного верхнего зуба, при ходьбе пружинит на цыпочках. На внутренней стороне ладони есть родимое пятно. Заикается при волнении. Сообщается также, что подросток страдает психическим заболеванием. Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить в милицию по прямой линии 102 либо по номеру телефона поискового отряда «Самуран». Плюс 375-29-232-11-11. И в завершении программы вашему вниманию подборка курьезных происшествий, снятых людьми на камеры мобильных телефонов. Авторы выпуска подготовили наиболее зрелищные кадры. Рубрика «Я очевидец» далее в программе. Пол микрорайона в дыму. Смог от возгорания многоэтажки в Челябинске заполонил несколько кварталов. Пожар попал в объектив камеры мобильного телефона одного из жителей города. На место происшествия прибыли подразделения спасателей. В Дагестане местные жители спасли прожорливую корову, у которой во рту застряла стеклянная банка. Где животное заглотило предмет, неизвестно. Проезжающие мимо автомобилисты проявили внимательность, остановились, осмотрели корову и общими усилиями вытащили банку из пасти измучившегося животного. В Закарпатье сноубордист убежал от лавины. Первые кадры. Кажется, что трагедия неизбежна. На склоне неожиданно появилась трещина. Снег начал движение практически под доской. Чудом парню удалось выскочить на относительно безопасный участок. На то, чтобы просчитать траекторию лавины, были доли секунды. Однако сноубордист не ошибся. И снова Челябинск. Буксировку с огоньком заснял на регистратор местный автомобилист. Из-под легковушки, которую тянули, на гибкой сцепке вылетали искры. Оказалось, что у нее вышли из строя передние колеса. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин